Насколько время вносит коррективы в нашу жизнь? То, что раньше казалось необходимо важным, сейчас уже отходит на второй план. Не так давно, если бы вы забыли деньги дома, вы бы не смогли ничего купить. А сейчас просто можно рассчитаться картой в супермаркете и кушать свой банан. Слушайте, а на самом деле, вот интересно, какие формы денег существуют? Да и вообще, кто их придумал? Мальчики, у меня есть ответ на ваш вопрос детальнее в нашем сюжете. Деньги – это важнейшее изобретение человечества, без которого развитие экономики было бы невозможным. Трудно представить себе жизнь современного общества без денег. В раннюю эпоху своего развития люди могли легко обходиться без них. В деньгах не было необходимости, так как основой жизни первобытного общества являлось натуральное хозяйство. Но с развитием человеческого общества изготавливать все нужные для жизни предметы было все труднее, и люди освоили бардер – прямой, безденежный обмен товарами. Но уже в ту историческую эпоху человеку стало недостаточно возможностей натурального обмена, и он занялся поиском универсального платежного средства. Первые деньги возникли естественным путем, то есть они не были специально изготовлены. В разных регионах мира в качестве денег использовали различные вещи. Наиболее распространенными и древними во многих странах были такие формы товарных денег, как скот, шкуры животных, меха и прочее. В Южной Америке и на островах Океании деньгами служили жемчужины и ракушки. В Новой Зеландии камни с отверстиями посередине. А в Древнем Китае около двух тысяч лет до нашей эры использовали в качестве денежных единиц ракушки. Жизнь идет, все меняется, но есть вечные ценности, которые остаются неизменными. И это уж точно не про деньги. Хотя есть необычные экспонаты, которые и по сей день имеют историческую ценность. И сейчас мы о них вам расскажем. Говоря о истории денег, которые были распространены на наших землях, конечно же можно отметить монеты древней Ольвии. Ольвия – это один из трех крупных греческих центров Северного Причерноморья. Город возник в VI веке до нашей эры и существовал целое тысячелетие. И для того, чтобы осуществлять любые торговые операции, нужны были деньги, деньги местного производства. В нашей коллекции есть как денежные формы, так и предшествующие им. И здесь следует обратить внимание на изображение дельфинов. В нашей коллекции вот такой большой дельфин и довольно много мелких дельфинов. Когда-то это были приношения в храм бога Аполлона Дельфиния. Жители города считали Аполлона Дельфиния своим основным покровителем. С весит она немного, около 30 граммов. Следующая по хронологии монета, она относится к 440-410 годам до нашей эры. На лицевой стороне этой монеты мы видим богиню Афину Палладу. Ей поклонялись как альвеаполиты, так и жители материковой, центральной Греции. Воспринимали ее как покровительницу воинов, богиню, которая покровительствовала правосудию, защитницу города или городов, а также вемесленники считали ее и своей покровительницей. Современные жители нашего края тоже находят античные монеты. Примером тому является клад, который поступил в музей в 1981 году. В самом начале года в музей обратилась жительница села Мешково-Погорелово, Желтневого района. Она рассказала о том, что завершают строительство нового дома. И для того, чтобы провести линию электропередач, нужно было яму для установки столба. И вот в этом процессе нашли диски бронзовые. Они не понимали, находчики, что это такое, и решили в музее проконсультироваться. Все это завершилось тем, что 22 монеты по желанию этих находчиков были подарены музеям. Мы им очень благодарны, поскольку это клад, причем найденный довольно далеко от Ольги и поселение ее сельской округи. Тем больше его ценность. В составе клада 21 монета, на лицевой стороне которой изображена богиня Диметра. У греков Диметра была покровительницей природы, покровительницей тех людей, которые занимались сельским хозяйством, зерновым хозяйством. Если же посмотреть на оборотную сторону этой монеты, то мы видим эмблему, которая стала гербом Олими. Орел держит когтях дельфина. В данном случае орел – это символ степи, дельфин – символ моря. Кроме этого, орел – символ главного греческого божества Зевса, а дельфин – символ Аполлона дельфини. То есть еще раз в блеме Ольвии отображены религиозные представления жителей этого древнего города и значение вот такой торговли в экономике ольвийского государства. Что можно было получить за эту монету в то время? Специалисты считают, что в древности жители Ольвии за такую монету могли купить коня. Еще знаете, вот вы сегодня держите эту монету в руках. Мне много раз приходилось работать с этими музейными предметами. Впервые в голову пришла мысль о том, что почему же изображены божества на монетах. Наверное, и в древности люди обожествляли монету как возможность что-то приобрести, обеспечить свою жизнь. Эта традиция дошла до сегодняшнего дня. Мы не научились с вами еще работать, не получая денежного эквивалента. То есть, ну, такая вот цена денег, такой традиции, которая пришла к нам с глубокой древности. Интересно, а сейчас на что нужно обменять эту монету? Сколько коней? Я думаю, на большой табун. Это имеет и муизматическую ценность. Так можно миллионером стать. Можно стать миллионером, но музейные предметы не продаются. Для нас это имеет важное историческое, культурное значение. И возможность то, чтобы хранилось навсегда в музейном собрании, тогда наши посетители, как просто посетители, так и студенты, например, экономических или исторических факультетов, могут соприкоснуться с миром древности. Переносить историю, да, из поколения в поколение. Конечно, через вот такое общение с предметным рядом. Мы сегодня с вами рассмотрели несколько видов монет. И привлекают внимание посетителей также монеты с изображением медузы Горгоны. В древности она была спутницей Афины. Ее воспринимали как оберег дома и семьи. И так монеты, представленные в нашей экспозиции, имеют историческую культурную ценность. В современной нашей жизни мало что изменилось. Мы тоже ценим монеты. В монетах оценивается, а также в бумажных банкнотах оценивается наш труд. Не всегда эквивалентно. Но, тем не менее, пока никто это не отменил. Деньги были, есть и, наверное, на протяжении еще долгого времени будут. Как видим, рыночные отношения были всегда и везде. На смену старым монетам приходили новые вариации. Со временем изобрели бумажные деньги. И даже на этом процесс их эволюции не остановился. Теперь мы можем пользоваться и электронной формой. Главное, уметь заработать эти деньги. А в каком виде они будут, это уже мелочи. Мелочи жизни.